Продолжение следует... Преимущество выгорело полностью. Пожар перекинулся и на рядом стоящую деревянную постройку, где хранились хозяйственные вещи. Общая площадь возгорания – 120 квадратных метров. Одна из возможных причин ЧП – неисправность электроприборов. Проводка замкнула. Это 100 пудов. Все сгорело. Хотели в отпуск съехать. В Ноябрьске мужчина выпал из окна многоэтажки. ЧП случилось в четверг вечером в доме номер 78А по проспекту Мира. Очевидцы сообщают, что мужчина некоторое время находился возле открытого окна на втором этаже. Что-то кричал, затем начал бить стекла. При этом, по словам свидетелей, состояние его было не совсем адекватным. Люди не исключают, что мужчина мог находиться под воздействием наркотических веществ. В какой-то момент мужчина и вовсе спрыгнул вниз. Прибывшие врачи скорой оказали ему помощь. У 33-летнего пациента медики диагностировали множественные порезы верхних и нижних конечностей. Пострадавшего доставили в больницу. Полиция проводит проверку. В Новом Уренгое утонул вахтовик из Белоруссии. По предварительным данным, компания рабочих отдыхала на берегу заболоченного водоема и распивала спиртные напитки. 35-летний мужчина решил искупаться, но едва отплыв от берега, начал тонуть. Товарищам удалось вовремя вытащить его из воды. Однако мужчину это не остановило, и он повторно пошел в воду. Эта попытка оказалась роковой. Он утонул. Следователи осмотрели место происшествия и назначили комплекс экспертиз. В Надыме, во дворе жилого дома, произошла массовая драка. Видео появилось в городском сообществе в соцсети ВКонтакте. На кадрах видно, участники массовой драки, вооружившись дубинками и арматурой, обмотанной тряпками, устроили побоище прямо во дворе жилой многоэтажки. По словам очевидца, мужчины решили вступиться за друга и не придумали ничего лучше, чем решить конфликт с силой. Больше всего пострадал один из участников потасовки. Его били головой о припаркованную рядом девятку. На машине остались кровавые следы. Драка завершилась только после того, как агрессоров припугнули приездом правоохранителей. Напомню, стать мобильным репортером рубрики «Ноябрьск. Происшествия» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах телеканала. Субтитры создавал DimaTorzok